Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Школа Успеха Особенных Детей. В нашей школе учатся и воспитываются дети с ОВЗ. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, нажимая на колокольчик, комментируйте. В конце видео ставьте лайк. Ежегодно в школе проходит неделя математики. Как и все предметные недели, они проходят по плану, в которые входят открытые уроки, конкурсы, веселые переменки, олимпиады. На стендах размещаются головоломки, ребусы, математические стихи и фотографии с проведенных мероприятий. Вряд ли кто-нибудь будет возражать, что математика – один из самых трудных предметов и в массовой, и в коррекционной школе. Опытные педагоги знают, что обучение математики можно сравнить с лестницей, на которой нельзя пропустить ни одной ступеньки. Одна пропущенная ступенька, один слишком быстро сделанный шаг, и уроки математики превратятся в мучения и для ребенка, и для педагога на долгие годы. Для большинства наших учеников математика является сложным, хотя и при всем этом очень интересным предметом, и входит в число любимых предметов учащихся. Они с удовольствием выходят отвечать к доске, выполняют задания по карточкам. Правда, работать совершенно самостоятельно умеет мало кто из них, поэтому на уроках математики так необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. В работе можно использовать также виды деятельности, как работа в парах, когда хорошо успевающий ученик работает с менее успешным. И взаимный контроль. В любом классе есть ученики, которые сильны в предмете и при минимальной помощи могут работать самостоятельно. Одного из таких учеников, ну, можно назначить хоть главным консультантом и предлагать ему задания, которые он выполняет вместе со всем классом. Но по истечении определенного времени консультант у доски объясняет ход своей работы. Если есть необходимость, ребята могут его дополнить или поправить, но это есть время на то, чтобы другим успеть дорешать, ну, либо даже списать. И оценки выставляются всем, но при этом необходимо незаметно наблюдать и контролировать деятельность каждого ученика. Иногда оценки за работу учащимся можно разрешить поставить и самому консультанту. Для лучшего усвоения материала на уроках математики в условиях специальной коррекционной школы вся информация, преподносимая учащимся, должна быть социально значима для них. Исходя из этого, для решения задач нужно подбирать материал, связанный с их собственной жизнью, домашним бытом, учебой, отдыхом, предполагаемой различной деятельностью во взрослой жизни. Большое внимание надо уделять практическим работам с мерами длины и массы. Часто ребята не представляют, где применяется такая единица измерения, как миллиметр. Можно попросить ребят самостоятельно привести примеры, в которых требуется произвести измерения в миллиметрах. При изучении прямоугольника, периметра прямоугольника, ребята измеряют, записывают длину и ширину классной комнаты, классной доски, высоту книжного шкафа, высоту двери, ширину и длину письменного стола. Аналогичные задания можно давать и на дом, измерить и записать свой рост, длину и ширину своей комнаты. К примеру, массу некоторых предметов детям советуют запоминать, чтобы это позволило легче ориентироваться в быту. Ученики должны знать, что масса мешка муки или сахара 50 кг, ведра картофеля 8-10 кг, а пачка соли весит 1 кг. И хочется отметить, что изучение математики должно обогащать ум и душу ребенка. Помогать нашим маленьким гражданам жить полноценной, богатой духовно и успешной жизнью сейчас и быть способным в будущем найти свое достойное место в этом сложном, меняющемся мире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...